Стрелки выстрелов в год. Некоторые из них были успешными, другие частично потерпели неудачу. Это были, как мы уже говорили, экспериментальные съемки перед предстоящими съемками в Европе. Два. С базы Сёклес во французской Гриане. Только что состоялось последнее летное испытание Юроупа Ван Вумере, Австралия. Что это значит сегодня? Европейский спутник вращается вокруг Земли по высокой полярной эллиптической орбите. Его водят со скоростью 28 тысяч километров в час, и он совершает 13 оборотов за 24 часа. Важным фактом является то, что впервые такой спутник был запущен европейской ракетой, а также впервые европейский спутник несет на борту приборы космической связи. Так что это вдвойне большая премьера, благодаря терпеливому сотрудничеству европейских стран в создании европейской пусковой установки трехступенчатой ракеты. Давай изучим этот кувшин поближе. Первая ступень BlueStrike на английском языке это резервуар длиной 14 метров и диаметром 3 метра. Приходы из нержавеющей стали толщиной в полмиллиметра. Впереди целая сеть электроники, которая обеспечивает рефлексы с точностью до десятой доли секунды, запущенные со скоростью 10 тысяч километров в час в атмосфере. В кормовой части два двигателя, работающие на керосине и жидком кислороде, обеспечивают тягу в 136 тонн. Поворот с опел позволяет сориентировать траекторию. Статические съемки, имитирующие условия реального полета, позволили контролировать и настраивать все эти органы. Поведение каждого из них неоднократно регистрировалось и анализировалось. Блюстрейк, потребляющий более 500 литров в секунду, должен проработать 2 минуты 40, чтобы достичь высоты 69 километров, прежде чем отделиться от второй ступени. Франция взяла на себя ответственность за второй этаж. Это коралли. Стальной резервуар длиной 5 метров 50 и диаметром 2 метра спереди. Генератор, газа которого создают давление в баках, органы управления и электронное оборудование, поведение которого было проверено на вибрацию. Этот этаж создан для полетов со скоростью более 18 500 километров в час. Сзади четыре двигателя. Здесь мы видим только капсюль с управляемыми насадками. Они двигают и управляют транспортным средством. Опять же статические испытания позволили испытать элементы этого состояния. 28 тонн тяги, 10 тонн удмк эргола и перекиси азота, которые будут воспламенены в конце двигательной фазы первой ступени. Вычислительный центр, обрабатывающий результаты всех этих испытаний, сравнил их с идеальной программой в Умере. Второй этаж занял место над Блюстрейк. Третий этаж немецкий. Он должен быть спутниковым, отсюда и чрезвычайная легкость используемого материала. Титановый лист толщиной в одну десятую миллиметра. Сферический резервуар, в котором будет находиться аэрозоль 50 и перекись азота, подвешен внутри цилиндрической конструкции этажа. Гелий, предназначенный для повышения давления, хранится в двух небольших резервуарах из стеклянной проволоки, залитых смолой. Маршевый двигатель развивает тягу в 2 тонны 300, но этот двигатель должен вылететь за пределы атмосферы. Его опробовали в подземной камере, где вакуум поддерживается искусственно в смоделированных условиях на высоте 150 километров. Телевизионный контроль заменил здесь прямое наблюдение. Два небольших дополнительных двигателя с тягой около 30 килограммов обеспечивают наведение. Все в порядке. Третий этаж сможет занять место над Коралли на стартовой базе Вумеера. Спутник итальянский, размещенный на трех платформах. Сложный электронный узел, для которого потребовалось более 6 километров проводки. Бортовой прибор, измеряющий вибрацию, температуру, давление и так далее. Декодер ПКМ, направляющая антенна. Азотная бомба под давлением, которая обеспечивает вращательное движение спутника на себя. Телекоммуникационная антенна. Блок-реле и программист, который управляет ходом научных экспериментов во время орбитальной фазы. Но на этом спутнике также есть ряд телекоммуникационных приборов. Благодаря сотрудничеству нескольких европейских стран, Бельгии, Дании, Италии, Норвегии и Швеции, эти инструменты занимают большую часть верхней площадки. Они используют разные методы, опробованные таким образом. Они позволяют принимать и ретранслировать телекоммуникационные сигналы, излучаемые наземными станциями. В этом испытательном стенде спутник подвергался воздействию экстремальных температур в вакууме перед лицом мощных источников света, пополняющих солнечную радиацию. Также построенный Италией головной убор из фенольной смолы и стекловолокна, отвержденный в печи, должен защищать спутник во время прохождения атмосферы, не препятствуя радиоволнам. Термические испытания позволили протестировать головную часть ракеты при температуре в 400 градусов по Цельсию на скорости почти 15 тысяч километров в час. Этот головной убор сбрасывается автоматически, как только ракета достигает космического вакуума. Через 3 минуты 42 полета эти солнечные элементы питают электронное оборудование спутника. Они превращают свет, который попадает на них по очереди, в электрический ток за счет вращательного движения спутника на себя. На высоте более 30 метров спутник и его головной убор подняты на вершину европейской ракеты. Помимо места на своем космическом полигоне, Австралия со своей стороны предоставила свои наземные объекты. Оптическое слежение и радиосвязь слежения в частности обеспечат безопасность операции. В случае опасности ракета будет уничтожена в полете. Но европейское сотрудничество не ограничивалось производством этих трех ступеней и этого спутника. Именно Нидерландам было поручено изучить аэродинамическое поведение Европы в атмосфере. В этом сверхзвуковом туннеле, где воздух циркулирует со скоростью в 4 раза превышающей скорость крови, макет позволил воссоздать ударные волны на обшивке ракеты в полете. Нидерланды также обеспечили разработку электронного оборудования для дальних телеметрических измерений и программистов полета. Эти микроминиатюрные схемы составляют мозг ракеты и ее память. Эволюция Мерипейна управляет сама ракета. Каждый этаж подчиняется импульсам этого программиста. Симуляторы полета, соединенные с калькуляторами, позволили контролировать и настраивать эту память с точностью до 50-тысячной степени. Бельгия со своей стороны отвечает за оборудование для преследования и пульта дистанционного управления на третьем этаже. Это оборудование было установлено в Гауве, Австралия, в 2000 миль к северу от Вумеры. Вычислительные и командные органы соединены с третьей ступенью ракеты, шестиу спутниковыми антеннами, постоянно измеряющими ее скорость, расстояние и положение. Полученные сигналы обрабатываются калькулятором, который выдает необходимые команды наведения и выбирает точный момент выведения на орбиту и отделения от спутника. Бортовые антенны спутника сами управлялись в этой комнате без эхо. Сигналы распространяются там в имитируемом радиовакууме. В последний раз, когда в Вумере наступил день Д, все 110 тонн еды взлетели на воздух. В соответствии с планами полета вывод на орбиту был осуществлен в течение 10,5 минут с момента старта ракеты. После 20 секунд вертикального полета, изменение наклона на север, затем отделение первого и второго этажей в 2 минуты 40. Смена ориентации, выход из атмосферы, сбрасывание колпачков отделения второй и третьей ступеней поддерживается вафлей, которая выводит третью ступень на орбиту в правильное положение для введения спутника. Один в космосе. Спутник, вращающийся сам по себе, обращается вокруг Земли за 110 минут. Если принять во внимание массу третьей ступени, также находящейся на спутнике, то ракета Европа вывела на орбиту 1385 килограммов. Орбита спутника фиксирована, но из-за того, что Земля вращается с каждым оборотом, часть земного шара, над которой пролетает спутник, не одинаково. Станции слежения смогут последовательно принимать сигналы, передаваемые или ретранслируемые по всей поверхности Земли. Благодаря бортовым приборам можно будет проводить эксперименты в области телекоммуникации, в частности между Италией, Швецией и Норвегией, которые оборудовали себя специализированными станциями слежения. Но уже начинается новая европейская космическая эра. Модернизированная ракета-носитель Europa 2 отправит на восток спутник на экваториальную орбиту, что позволит извлечь выгоду извращения Земли. Тогда ракета Европа сможет выводить на спутник полезную нагрузку весом в одну тонну, 200 на низкую орбиту и 200 килограммов на геостационарную орбиту. Следующие виды будут из французской гвианы, недалеко от экватора. Уже строятся новые объекты на Секлс, стартовый центр, стартовая площадка и ее монтажная башня с кондиционером внутри. Мачта, обеспечивающая электрические и пневматические соединения между ступенями ракеты и оборудованием. В 250 метрах отсюда находится пусковая установка кругового блока, в которой, в частности, находятся компьютер и его пристройки. В 12 сотнях метров в конце стартовой площадки находится зона сборки и подготовки транспортного средства. Главная цель запуска спутника на экваториальную орбиту будет достичь геостационарного положения. Сначала спутник запускается на восток на резервную орбиту. Двигатель Пиригея выводит спутник на эллиптическую орбиту, называемую передаточной орбитой. Двигатель Апогея превращает эту передаточную орбиту в так называемую круговую орбиту за 24 часа на высоте 35900 километров. На таком расстоянии, если смотреть с вращающейся Земли, спутник кажется неподвижным в космосе. Он стал геостационарным. Если мы запустим три таких спутника, по крайней мере один из них будет постоянно виден из каждой точки земного шара. Это замечено раз и навсегда. Он может легко принимать или передавать сигналы, но он также может ретранслировать эти сигналы на другие спутники и через этих посредников достигать всей поверхности Земли. Тогда мгновенная связь может стать универсальной. Телефон, телеграф, телекс, телевидение. Весь мир может общаться со всем миром. Благодаря Europe 2, европейские страны обеспечат собственное участие в этих технологиях. Таким образом, они смогут проявить свое присутствие в любое время и в любой точке земного шара. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин